Мой проект «Апостол платит деньги» успешно работает. За 4 месяца я уже выплатил более 30 миллионов рублей. Сегодня я хочу обратиться к представителям и сотрудникам спецслужб РФ. В частности, к ГУ ГШ, в простонародье ГРУ, к ФСБ, к службе внешней разведки и, в принципе, к любым военным, которые работают с нашими предателями. Меня интересует информация о предателях среди силового блока нашего. Очень интересны люди из СБУ, ГУР, службы внешней разведки, полиции. В принципе, о любых людях в погонах, которые предали нашу страну и сливают вам информацию. За подобного рода людей я заплачу от полумиллиона рублей. Плачу на карты банка в РФ или в криптовалюте. Сумма может быть очень большая. В зависимости от уровня человека, которого вы дадите. Также обращаюсь к отставникам силового блока РФ. Если вы уже находитесь на пенсии, я могу очень сильно поправить вам ваше благосостояние. В принципе, все по классике. Ватсап в приоритете для общения. Телеграм, куда можно написать. Также здесь появится электронная почта и этот телеграм-канал. Пишите, все анонимно. Готов платить деньги не только в РФ, но и в Украину. В виде доказательств меня интересуют переписка, звуковые файлы, голосовые сообщения, фото документов. Куда вы платите, как вы платите. Информацию проверять будут от недели до месяца. Суммы большие, поэтому нужно будет подождать. Пишите, пообщаемся. Еще раз, меня зовут Владимир, я журналист. Общаемся с военным пленом. Как вас звать? Пай. Полностью. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Откуда вы? Неважно. 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 Дата рождения. Неважно. Руки нет. Нет. Ампутировали? Да. На фронте или уже у нас? У вас. Ну, это... В санчастье. Да, в госпитале. Неважно. Да, это не суть дела в каком. Вы даете добровольное согласие на запись и публикацию нашего интервью? Да, даю. Чего даете? А че даете? А че не скрывать ничего? Понял. Вы, я так понял, мобилизованы из зоны? Да. С какой? Контрактным. По контракту. Ну, там же с Фернского края. Сам захотел идти? Ну, там как бы пацаны, которые тоже записались, и они там неделю ждали, тоже как бы уговорили, а у меня срок больше был, потому что 9 лет. Я спрашиваю, я спрашиваю, сам захотел? Да. Понятно. Ну, что все равно. Соги. И как впечатления? Вообще ужасные. Ну, расскажи. Что-то как было? Когда, куда поехал? Что тебе происходило? Ну, у нас сначала собрались со всех лагерей, в Фернском крае, 110 человек было у нас, у нас на военный аэродром, на тазаках, и на самолет, короче, до этого времени. А какой у вас полк был, бригада какая-то? Нас вообще не информировали. Понятно. Зэки, потому что кто нас будет информировали. Заключенные тоже человек, в принципе, в нормальных странах. В принципе, да, я увидел ваших зэков сравнение небо-земля. В ветре наших зэков? Конечно. Где? Я же был на Киеве, потом на Днепре. На СИЗО вы имеете в виду? Да, на СИЗО. И там вы видели? Да, они как бы пересекались. Ну, понятно. А в чем разница между вашими? Ну, вот у нас как бы, у нас, я не знаю, как по России они будут сравнивать, а вот Пенсион край у нас пожестче, то есть уходит в строение, допустим. А вы имеете в виду, условия содержания отличаются? Да. Ну, понятно. Хотя бы общий режим тоже был. Не, ну, уважение к человеку должно присутствовать в любом случае. Ну, у нас не везде, даже в край. У вас? Да. Где-то более-менее относятся, где-то... Можете мне это не рассказывать. Где-то жестко. Так, ну, в общем, привезли вас. Куда вас привезли? В Ростов. Дальше. Документы оформили. Потом с Ростова у нас... Они от нас начались, знаете, еще... Откуда? Саратовских. Саратов, как бы, Саратовских еще набрали, заключенных. Потом у нас въехал в Ростов. Да, да. По машинам рассадили, привезли нас на полигон. Ну, поле, короче, где-то жили. Ну, земля. Ну, два-три дня минимум. Потом нас погрузили на автобусы, привезли в другое расположение. Для, как бы, отчимовую зэки под охраной, военной полиции была. У нас врачей было. Только погрузили, разгрузили. Оружия у вас еще не было? А? Оружия не было у вас? Нет, еще не было. А когда нас на полигон возили, ну, три недели где-то нас обучали всему. Стрельбе, ну, всякие обучали. Вот. Тогда выдавали оружие. Вот там обучали. И располагались, как бы, в старой школе. Ну, там старая школа была. Что, на полигон, говорю, погрузят. Все. И тенны закрывали, чтобы не видели, куда нас везут. Ну, вообще, кошмар. Так. Ну, это я понял. Дальше. Какие дальше действия? Дальше, вот, у нас тренинг. У нас, как бы, хотели месяц обучать. А обучали три недели. Ну, резко подняли. Сорвали, резко просто погрузили. Тоже ноги на Урал. Там нас на УАЗе погрузили. Уже ночь. Так. Привезли на позиции. Мы там шли, наверное, километров 8-10 пешком до позиции. До наших. Да. Вот, короче, там просидели мы, получается, полторы суток. И ночь у нас кинули по группам, начали кидать. Вот так. Ну, на штур. В поле. Там, то есть, ненаселенный пункт вообще. Кто куда побежал, короче. А командиры там, группы, через мат, короче. А мат я не люблю. Где, здесь. Даже я не слышу, что вы говорите. Ну, уж у вас вообще не будут слышать. Ну, еще. Через мост и что? Пешком мы шли на позиции, короче. Ну, где-то сутки мы там просидели, а ночь у нас кинули. Ну, что? Так. Ну, что? Так. И когда я начало там взорваться все вот это, да? Кто? Сверх. Я сначала упал, как бы. А развязались все куда? Вот, и когда я упал, сначала меня не зацепило. Потом я побежал дальше. Вот. Потом меня вторая, когда зацепило, ну, два раза плечо и пониже. Вот. Так, это сразу же после полигона? Да, через три недели. Это в каком месяце было? Это вот в ноябре было. В конце октября. Так. Вот. Да, где-то три недели в октябре нас... 23-го нас с лагеря забрали, октября. Хотя подписывали 20-го нас с сентября контракт. Угу. Вот. Короче, вы где-то месяц в плену только, да? Нет, вот три недели. Три недели? Да, получается. Ну, там четыре в госпитале дня, там сутки в подвале был, сутки на позиции. Вышел тогда к ним, ну, это... А где это происходило? А где-то под Авдеевкой, скорее всего. Под Авдеевкой? Ну, то есть, по 50 человек, получается. Угу. Вот. А потом, видимо, и тех остальных. Потому что парадейки там рут, я слышал, что там еще где-то должны подъехать наши. Куда вас кидают? Ну, чисто в поле ночью. Чистое поле? Да. Трупы видели уже на этом поле? Я лично не видел. Не видел? Может, потому что темно было, во-первых. Вот. А может, где-то, да, лезали уже. Потому что мы были в последней группе. Угу. Угу. И трехсотые лезали, видимо, потому что, когда меня ранило, тоже упал. А там, знаешь, подбежал, просто автомат забрал. Говорит, бегом через мат, все бегом. Рядом со мной лежал тоже, типа трехсотый. Они, короче, рванули в сторону. Я вроде бы за ними. Тут опять началась сверху бомбежка. Короче, я упал. Ну, слабость. Крупа идет. Слабость. Все. Очнулся, может, через полчаса. Их нету нигде. Вот. Слышу голоса. Ну, по-украински. Ага. И все. Вышло как раз к позиции. Там один сидел. Ваш. Кто такой? Я назывался, короче. Я говорю, ранен. Вот. У меня они блиндазик. Ну, перетянули. Тюнгент. Все. А у них было там 10 человек. Ага. Пацанов отстреливались. И я без автомата. Ну, у меня 4 рожка было полно. И еще подсумок пачки патронов. Короче, ему дал парням. Ну, понятно. Вот. Все. Больше меня не чинил. Вот они меня перетянули. Потом. А в руку попало что? Что это? Осколок. Осколок. Я не знаю, что там взорвалось. Короче. Я уже когда начал. Вот они мне перетянули. А блиндаж маленький. Как бы, да. Они сами. Там у них сами были 300 раненые пацаны. Там двое, трое. Можешь еще более-менее. И когда начал эвакуацию вызывать командира группы ихней. Вот БМПшку. Че я у них. Почти сутки там у них был. То есть это получается с 20-го на 21-го. Ну, что. Я понял. 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 Кратко. Ну, помню. Короче, вы провоевали в общей сложности вместе с обучением около месяца. Да. Погибших много было? Или вы их не видели? Ну. Вокруг вас, когда вас эвакуировали оттуда? Наши уже. Ну, это тоже происходило ночью. Тоже ночью. Вот он в БТР подошел близко к позициям. БМПшку. Погрузили. Я говорю, что вы делаете? Вы будете. Они говорят, что вы давай с нами. Повезет, повезет. 110-я бригада, наверное, вас брала? Наверное. Молодые пацаны. Да, красавчики, конечно, держат. Вообще, респект. 110-ки. Да и всем нашим бойцам респект. Пожалели, что пошли? Очень пожалел. Очень пожалел. Меня интересует искренний ответ. Я искренне говорю, мне скрывать нечего сейчас. Тем более. Если бы зал наперед пошел бы? Да. Если бы зал наперед пошел бы? А что ты думал, что здесь будет? Ну, как пообещать? Это все игры? Конструктор? Нет. Просто мне пообещали, и через полгода ты типа несудимости у тебя ничего не будет. Ну, это я понял, что пообещали, а ты думал, что здесь что будет? Из-за чего тебе судимость снимут? Из-за того, что ты просто пойдешь погуляешь? Ну, конечно, нет. А что ты представлял себе, как будет? Ну, отстреливаться, но типа на позиции там держать позиции. Так представлял ты? Да. Как произошло, так ты себе и представлял, что будет? Ну, позиции, блин, это отстаивать свои. То есть, как бы и нашу я такую, да, и вашу я такую. Так получилось? Нет, получилось, что мы нас вкинули в атак. Короче, знал бы, наперед не пошел бы. Нет. Что с вами делать, я не знаю. Вы никому не нужны теперь. Я знаю, Даша, я, наверное, супруги своей на супругу не надеюсь. Нет, дело же не в супруге. Причем здесь супруга? Даже если бы ваша супруга сильно хотела бы сейчас вас забрать. Вы думаете, у вас Россия захочет забирать? Я слышал, что там Путин это не хочет. Я не знаю, что там Путин. За переговоры он не идет. Я не знаю, что там Путин вообще Путин. Я знаю, что они вообще, в принципе, никого не хотят забирать. Тем более, таких, как вы. Это я слышал тоже. А вы понимаете, что если вас заберут, вас, скорее всего, снова кинут на мясо? Ну, кто здоровый, да. А мне могут просто посадить, посадить обратно. А чего вдруг посадить? Что вас должно садить? Во-первых, недоснижено у меня. Так и что? Вы же, типа, подписали там какой-то контракт, руку потеряли, воевали. Что вас теперь садить? Вас теперь должны отбелить вам репутацию вашу. Да, но вряд ли. У нас же тоже бюрократия. Была и есть. Это я знаю. Что-то, что-то там доказывать, это просто бесполезно. Короче, вы пошли для того, чтобы потерять руку и ни хрена при этом не приобрести, да? А если бы погибли, то за что? Погиб бы, погиб. За что? Ну, получается, не за что. Не, не за что. А за попытку вашего Путина захватить наши земли, вы бы погибли бы. Не? Не. Не? Не. Он не пытается захватить наши земли? Не пытается, как не пытается. Вы бы за это и погибли бы. Уже захватил. Ну. Он пытается и дальше захватить. Но вы бы за это погибли бы. Если бы погибли. Вы за этого и руку потеряли. Да, получается так. А вам там на Урале очень сильно нужна Авдеевка? Нет, конечно. Вам там не хватает землистых? Как не хватает. Ресурсов чего? Как не хватает. Ну. Государства, видимо, хватает. Мне своего хватало. То есть я занимался своим делом. Нет, я так думаю, что как раз где-веди, а на Урале там вроде бы всего должно хватать. Да там ресурсов хватает. Ну да. Ну, я-то чисто своим занимался в деревне. Чем? В деревне жил. Чем? Хозяйством занимался. Хозяйством. Конечно. А сколько ходок хозяйственник? Ходок? Вторая ходка была. Вторая? Да. А первая за что? Первая была, какая-то, 158, ну типа кражи была. Ну это было лет 10. А вторая за что? Вторая за нанесение тяжких повреждений. За жену заступился просто. Ну бывает. А сколько лет далее? 9. А он оказался там племянник чей-то. Понятно. 9 лет дали, сколько отсидел? 5 с чем-то. Так уже почти, ну так уже у до было. Потому что не отпускали нас ни по у до, ни вообще никуда. Ладно, хорошо, но еще бы 4 года мог бы просто досидеть, да и все. С рукой бы остался? Ну так, ну что, вот так как пообещали. Получится. У нас даже уходило, вон тоже уходили при мне. Ну там по 10-15 человек, да? У одного вообще оставалось и меньше, и полгода, 2-3 месяца. Два месяца он унесел уже у него вот. Понятно. Вот да, он взял ушел. Я говорю, ты нахуй что ли? Ему многие говорили. Какие осталось-то? Вот-вот. Я говорю, я не три года, не четыре года осталось. А он пошел? Да, он пошел. Многие пошли. Ну и, наверное, как думаете, он живой до сих пор? Нет, лег наверх. Потому что многих... Есть мозги? У кого? У него? И у таких, как он? Конечно, нет. Да и у таких, как вас? Да. Как вы? Я-то хоть маленько пожил, он там вообще, на 23-м было. Вам сколько полных лет? Сорок, ой, 54. 54. Ну да, маленько пожил. Да, маленько пожил. Пожил, пожил. Детей нет у меня, внуки только. Ну не мои. Ну спокойно досидеть. Ладно, это такой вопрос. А если бы отказался идти вот это на мясо? Если бы я бы отказался идти, там когда контракт подписали, мы сказали сразу же, если передумал, кто передумает, десятка сверху. То есть... А если передумал? Тебе если бы отказался, плюс десятка? Да, десятка нахуй. Срок. И на этом же общем режиме. А общий режим вообще дурка там в последнее время стала. Это на строгом там больше порядка было. Я не знаю, что еще спросить. Хочешь от себя что добавить? Что можно добавить? Можешь что-то интересно рассказать, а я не знаю. То, что да, я пожалел, очень пожалел, что я контракт подписал. Можешь обратиться к заключенным, которые тебя знают, например, лично, и как-то своими словами им объяснить, что нужно сюда идти или не нужно сюда идти? И если не нужно, то почему? И если нужно, то почему? Можешь своими словами как-то обратиться? Я не знаю, вот у нас как бы в Удмуртии и у нас общий режим в ралли. То есть даже неизвестно куда кто. А вообще к зэкам обратиться? Которые, которые, может быть, посмотрят там наше вот это вот видео, которые тебя знают. К зэкам, не к зэкам, к согражданам своим. Вот надо им сюда идти или не надо? Если надо, то почему? Если не надо, то почему? Вот можешь своими словами объяснить? Надо сформулировать. Давай, давай, ничего страшного, не спеши. Так поговорили здесь минут, наверное, 15, не больше. Ну, я пытаюсь сказать, надо, что не стоит сойти. А из-за чего? То, что, да, типа нас читают захватчиками. Или неправильно? Неправильно считают? Нет, считают и правильно. Нет, сказать-то как? Не знаю. Ну, если честно, им там вообще по большому точному счету похрен, за кого вас тут считают. Они все равно считают, что они правы и все такое. Это даже бесполезно. Сдохнуть есть шанс? Есть. Большой? Большой, очень большой. Потерять руку, ногу есть шанс? Тем более. Много шансов прийти здесь, полгода отвоевать и живым здоровым вернуться? Мало процентов. Так есть смысл им сюда идти? Нет. Примерно так. Примерно так. Ну, все. Идите. Смотреть на вас, конечно, страшно, если честно. Ну, я сами воиноваты. Пропаганда, что она? Пропаганда, да? Да. А что про пропаганду можешь что-то расскажешь интересное? Ну, что, чтобы все там нормально будет, типа, ну, потому что, как я услышал, да, что вы напредники, как бы, со всей России. Ну, вот. Они рассказывали, что они в месяц, два, три сидели где-то там в ТОУ и жили нормально очень тепло. Не то, что нас обучили более какое-чему, хотя бы это... Все равно в результате их кинули, какая разница? Да, нас кинули. Вас просто сразу кинули и через два-три месяца кинули. Ну, за границей жили более-менее нормально. И мы деньги падали, как бы, карточку. Нам тоже помещали там около двух слов. Ну, что все херня. Так и ни разу. Ну, все херня. Ты хоть живой остался? Да. Да, повезло. Не знаю, что с тобой дальше будет, конечно, вообще, но пока живешь. Ну, я вот, как бы, да, если все нормально будет, не важно, я просто сам снял, как я. Что, что, сам? Работать буду. Что-нибудь буду делать, менять. У меня уже, как бы, есть планы. Ну, это, да, научился уже, есть, как делиться, еще, ну, ну, по хозяйству тоже самое. Потому что я в деревню уже. Иди, жди обмена. Может, он тогда-то будет. До свидания. До свидания. Так, меня Владимир звать, журналист. Ну, с вашим я со всеми побеседовал уже, с вашей группой. Я думаю, вам уже говорили, что у нас за разговоры. Да. Что говорили? Объясняли, как бы, ну, что, ну, вопросы будут такие, что где задержали, как задержали, ну, обо всем об этом. Что видел? Что слышал? Ладно, представьтесь, пожалуйста, фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда вы? Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Это секретная информация. Вам она не нужна, так что вот так вот. Ге... Геральдевич. Геральдевич? Да. Папу звали Геральд? Да. Национальность? Ну, как бы, говорят, немец вроде. Немец? Ну... Сами вы его, я так понял, полком не знали? Да, как бы не видел. Понял. Сколько лет вам? Нет, 34, ой, 32. Ой, 42. 42 года. Вы с зоны? Да, с лагеря. С лагеря. Добровольно пошли с лагеря? Сами захотели идти с лагеря? Ну, приехала Минобороны. Ну, понятно. Предложили, кто хочет пойти служить, как бы, погаснет судимость. То есть, вы можете нормально устроиться на работу, работать, выжить спокойно. Да, вы сами согласились, как бы, понимаете. Понятно. Потому что есть разные случаи. Ну, там Ульзутуев, кажется, рассказывает, что его записали, как-то он так интересно сказал, исходя из оперативной обстановки. Ну, да. Оно действительно так. То есть, типа, его внесли, потому что он был ненадежный элемент. Его никто не ставил перед выбором. Да, ну, у нас тоже, можно сказать, что так же оно и произошло. С одной стороны, что оперативные рабочие, там, сами, кто им не нужен был в лагере, они нас и позаписывали. А кто им нужен, они всех повычеркивали и оставили при колонии. Так вы им были не нужны? Ну, получается так, что, да. Почему? Наверное, что-то они хотели. В чем ваша опасность для них была? Там, там, блатной может быть, ворак, там еще что-нибудь? Да нет, как бы, мы не блатные, мы не враги, просто, ну, не работали, не хотели работать в лагере. И, как бы, и это их не устраивало. Должны быть вы в колонии все рабочие, но работают. Ну, так все-таки же, тогда, а как же быть с вашим первым ответом, что вы говорите? Я пошел добровольно, потому что хотел. Ну, добровольно, это, когда приехала Минобороны, они спросили, кто хочет пойти служить, как бы. Мы согласились, но нам оперативники, когда вызвали, сказали, что вас в списках не будет. Вы там не будете. Но начальник колонии, когда поговорил с главным Минобороны, и оперативники решили от нас избавиться от всех. То бишь, кто им там не нужен, кто не работал при лагере. Я пытаюсь еще раз помнить. Сначала приехала Миноборона, вы добровольно сказали, окей, я поеду, типа, да? Да, да, да. Ну, а при чем здесь тогда этот список весь? Вы же уже сказали. Не, ну, мы сказали, они сами выбирают там, то бишь, они могут вычеркнуть, могут оставить списки в этом. То есть вы сказали добровольно, что хотите поехать, но вам сказали, что ты не поедешь. Да, да, да. Так вы хотели ехать или не хотели? Хотели, да. Хотели. Хотели. Что-то мы с вами ходим по какими-то кругами вообще непонятными. Единственное, есть категория осужденных, которых принудительно отправляют, есть категория осужденных, которые самостоятельно захотели. Вы их захотели самостоятельно. Вы понимали, что здесь будет? Нет, не понимал. Что вы думали здесь будет? Я думал, что просто останусь при, ну, как оно, как оно правильно, при части строителям, то бишь, строите блиндажи, то бишь, ну, я сам мой плотник. И я рассчитывал на это, что останусь при строителе. То есть вы думаете, да, что реальных мобиков, обыкновенных гражданских, кидают на мясо, а вас, зэка, оставят дома строить? Ну, я просто не знал все ситуации, что творится вообще здесь. Вы думали, что здесь войны нет или что? Нет, я думал, что она есть, война. Ну, так как они сказали, что требуют, ну, нужны им строители, то бишь, ну, строите блиндажи, то есть все, и я думал, останусь при этом, при строении. А что получилось по факту? По факту получилось, что нас закинули на полигон, мы два месяца обучались, потом отправили на задание после обучения. Ну, куда на задание? Попали мы в этот, Андреевка или Анисимовка как-то, поселок вот этот называется. И приехали на БТР-ах туда, ну, рано утром загрузились, сказали, что завтра вы поедете на задание. Мы рано утром, часов в шесть утра, наверное, загрузились БТР-ы, нас привезли в этот поселок, Анисим, и как оно там, я не помню название этой деревни. Заехали на, ну, как оно, ноль или, как оно правильно называется, в окружение, можно сказать, что так, напольное. Нас выгрузили из БТР-а, БТР наш взорвали, и, может, всех перестреляли, все двести были. Кто взорвал БТР? Куда мы ехали воевать? С Украинцами. С Украинцами. Ехали воевать, так. Вы едете, едете, ваш БТР взрывается? Или вы сначала выгрузились, а потом он взорвался? Нет, он сразу, ну, он не взорвался, он загорелся у нас, а потом, когда мы уже все повыпрыгивали с БТР-а, сам БТР уже там, как пулемет стоит, и вот эти боевые снаряжения начали взорваться, и БТР, ну... В него прилетело что-то? Да, с него начали стрелять. Минометами там обстреливать начали. Сколько вас высыпалось из этого БТР-а? У нас 9 человек было, 9-2, и водитель с этим, с помощником. А дальше что было? Вот, мы выпрыгнули с БТР-а, я получил ранение сразу под лопатку и ягодицу. Я подумал, что надо забегать за БТР. Покрутил головой, смотрю, уже все лежат мертвые. Я, как бы, почти один остался. Забежал за БТР, там еще один был ранен. Раненый тоже. Но его потом снайпера добили. Он вылез из-за БТР, чуть-чуть его добили. И вы один лежали за БТР? Да, я окопался возле БТР-а лопатками и 4 дня пролежал возле БТР-а, пока меня не взяли в плен. Потом, что было? Взяли в плен, повели в лесополосу к себе, в окопы. Там раздели, связали руки, ноги и завязали глаза, повели к какой-то машине. Понимаю, что был в какой-то машине, меня привезли. Я имею в виду, о чем я спрашиваю. Вот эти вот Ульзутуев, Исмагулов, Фомин, они же были с вами где-то там? Беляев, Веже. Беляев, да, они были в БТР-е. В целом там БТР стоял возле дороги, но я его не видел, я увидел тогда уже, когда меня взяли. Они были в другом БТР-е? Да, они в другом были. К ним кто-то подвел наших? Меня подвел. Подвели, х**, меня подвели к БТР-у самому. За х**, выхватишь. Ну, извините. Сказали, что надо этот БТР как бы забрать. Подвели меня к БТР-у, и я спросил, кто есть в БТР-е, и ответил вот этот Беляев. Да, я же об этом вас и спрашивал. То есть наши вас использовали как коммуникатора с остальными вашими, правильно? Вы сказали, сдавайтесь в плен. Да, так точно. Ну, все. За что вы нас так не любите? Да у меня на вас зла нету никакого. Я вообще, как бы, я не знаю, я поехал, просто хотел погасить на нашу мимость. И поэтому сюда вот приехал. Так, у меня вообще нету к вам никакого негатива. Негатива нету. Негатива нету. Я со всеми людьми как бы равен. Но с оружием пришел. Негатива нету. Да, извиняюсь. Наверное, недопонимал всего этого. Расскажи, пожалуйста, были ли у вас там расстрелы своих же, избиения своих же, заградотряды? Какая херня? Ну, избиения были, ну, небольшие. За то, что они убегали с расположения, пили водку. Как бы, да, вот такое. Ну, понятно. Отказывались. Кого-то к дереву привязывали или не было? Я этого не видел, не могу вам такого сказать. Ну, перед строем били, получается, так? Ну, потому что один рассказывает, к дереву кого-то привязывали. Второй рассказывал, как его лично перед строем били. Один рассказывает, как отводили в сторонку куда-то. Как это было? Нет, я слышал со стороны, что там одного избили просто и все. Я сам своими глазами этого не видел. Понял, понял. А если бы вы развернулись и пошли, ну, не пошли на мясорубку, а развернулись и пошли обратно, что было бы? Я думаю, как предателя, наверное, бы расстреляли. Расстреляли бы как предателя. А в чем предательство? Ну, то, что я не пошел вперед, а сдал назад. Ну, так ты не пошел вперед, чтобы не погибнуть. Наверное, смерть не пошел. Они этого, наверное, не понимают просто. Дальше. Зачем России нужны вот эти территории? Зачем там нужна так Авдеевка сильно? Насчет этого, как бы, я вам сказать не могу, потому что я, как бы, сам не знаю. Говорят, что это все предназначено Россией. Кем предназначено? Да, когда-то. Ну, когда-то это было все российское. А в 91-м году что произошло? Ну, я не знаю даже. Ну, страны образовались какие-то из Советского Союза. Что это за страны? Россия, Украина, Молдова, другие страны. Все признали границы друг друга. Да. И дальше надо жить и развиваться. Зачем тогда идти сейчас, нападать на другую страну, обосновывая то, что это якобы когда-то там принадлежно? Это нормально вообще? Ну, это, конечно, ненормально. И я считаю, то, что уже было отдано, ну, войной забирать, я не считаю, что это правильно. Тут еще надо спорить, что и кому, когда было отдано. Ну, вообще, если вы считаете, что это неправильно, то о чем говорите? Конечно, это неправильно. А кто виноват в ситуации в этой? Ну, я надеюсь, думаю, что Россия, как бы, если это было когда-то наше, потом они решили войну это забрать, я думаю, что Россия, ну, неправа. Ну, так Путин же объявил спецоперацию, вторжение пошло с России же в Украину, а не наоборот. Так? Конечно. Так кто неправ? Россия, конечно, неправа. Ладно. В принципе, в принципе, у меня к вам только один вопрос, и я вас отпускаю. Садитесь. Сейчас. Вот по традиции мы проводим интервью, да, и в конце интервью я спрашиваю, обратитесь к своим, там, может, какие-то заключенные вас знают, земляки просто вас знают. И скажите, надо сюда идти или не надо? Все. Ну, я считаю, что нет, не надо сюда идти, особенно, как бы говорится, заключенным. Я думаю, да и вообще здесь делать нечего, это не наше вообще. Мы пришли на чужую территорию, и нам здесь делать нечего. Шансов погибнуть много? Да, из 100, можно сказать, 95%. Из 100 95%? Так точно. Вас сколько было в группе еще раз? У нас было почти 700 человек. Ну, из 700 человек вы вряд ли знаете, кто остался, кто не остался, а я имею в виду вот эта вот группа, которая Беттер. А, в БТРе? Да. С БТРа, который мы ехали, я с кем ехал в БТРе, я остался один живой. Сколько было человек? Было 11. Статистика, считайте. Все. Меня зовут Владимир, я журналист с проводами трюсы, с пленными, с вашими, со всеми я уже поговорил. Вежа, Беляев, Ульзутуев. Не важно. Это и вы. Фомин, Жижерин, Знакомы именно? Да, знакомы. Это все с вами были они или как? Просто, чтобы я понимал уже. Ульзутуев, Жижерин, Фомин и Беляев. Мы, короче, были в одном, получается, мы вместе единственные, остались 4 человека в живых. Так, Жижерин же, что только что был, он сказал, что он один в живых остался. У нас осталось, получается, вот, я, Исмогу, Жижерин, Ульзутуев, Беляев. Смотри, как я знаю, вас всех привезли под Авдеев. Да. На одном беттере поехали все, кроме Жижерина. И потом вы прятались под этим беттером, после того, как... Да. Правильно? А Жижерин реально выехал на другом беттере, его наши взяли в плен, и потом подвезли, подвели туда к вам. Да. И он говорит, сдавайтесь. Получается, когда его уже к нам подвели, да. Вот. И крикнули, говорит, есть кто, ну, в БТРе. Мы сначала промолчали. Потом крикнули, говорит, второй раз. Ну, если, ну, не ответите, будем стрелять. Откроем огонь. И я ответил, да, я говорю, есть. Сколько у вас, говорит, ну, говорит, в БТРе? Я говорю, у нас, 4 человека. Все, ну, вас никто убивать не будет, останетесь в живых. Мы сначала не хотели выходить, я разговаривал, я не знаю, там кто-то был главный, как я понял, это был, ну, главный командир этой, вот этой группы. Он говорит, я даю много слов, офицер, потому что вас здесь не тронут и не убьют. Все, говорит, вы хотите быстрее? Мы, говорит, находимся на открытом поле под огнем, нам нужна техника. А им нужен был вот этот БТР. Так как, он говорит, ну, они видели то, что они стали единственной целой, но на нем нельзя было уехать. И мы вылезли, сдались, все, единственное, у кого было оружие, это было у меня, у меня был автомат и гранат одна была. Все, я это все в сторону выкинул, все, мы легли на землю, все, нас подняли, говорит, ну, руки за спину, говорит, и пошли. Так как я идти не мог, я был, ну, 300, я был ранен. Меня пацаны тащили, мои. Вот, мы все, мы, получается, дошли до их, до их позиции, все, мы там спустились к ним в окоп, посидели, нам дали воды попить, воды попили, покурили, все, и немножко отдохнули, и повели нас дальше. Дальше нас, получается, повели, там нас передали в другую машину, там, там мне оказали помощь медицинскую, ну, мне перевязали, все, сделали укол, обезболивающий, все, а дальше уже, ну, потом глаза на нам зарезали и повезли. Так, я забыл важные вещи, фамилия, имя, отчество, дата рождения, откуда ты? А, я... Даешь ли ты добровольное согласие на записи публикации нашего интервью? Да, даю. Зачем? Ну? Зачем? Ну, у меня, мне нечего скрывать, как говорится. Реально? Реально мне нечего скрывать. Какой же, я все время думал, что это наши подвели вот этого же Жерина к вам, да, и он с вами, типа, как со своими, типа, разговаривал, убеждал вас сдаться. Или это так не было? Они, короче, насколько я знаю, они сказали ему, давай, ну, начинай разговаривать, узнать, есть кто-нибудь в БТРе или нет. Он начал, крикнули кто-то, по-моему, сказали, это он и крикнул же Жерин, то, что, говорит, здесь кто-то в БТРе, выходите, сдавайтесь. А потом уже командир этого взвода крикнул, то, что здесь, говорит, ваш, он, нормально, жив, цел, типа, невредим. Вот, если, ну, не верш, он сейчас подойдет к вам. Я начал открывать эту дверь, и все, ну, я не мог открыть, я говорю, подойди, я говорю, открой дверь, я посмотрю на тебя. Он подошел, поможет мне открыть, ну, он мне ответил, что нас подределили Шторм, группа Z, и все, понятно, и все, он говорит, ничего не переживайте, все нормально, вам сейчас много дадут. Так, а вы же разве не Шторм Z? Мы тоже Шторм Z, тоже Шторм Z, да, только немножко, группа разная. Группа разная, понятно. и это вас в БТРе получается раз, два, три, четыре, пять человек сидело? В БТРе нас сидели, где мы уже прятались, пять, было пятеро, но один у нас, дверь, стал его, получается, рикошетом, под БТРом, он и остался. Нас осталось, получается, по фамилиям, скажем, что там было? Ульзутуев, Беляев, Фомин, так, я, а вяжа? Вяжа? Вяжа. Он вообще с нами не был. А он еще где-то был рядом? Он, наверное, да, может быть, раньше вы взяли, я не знаю точно. Понял, все, короче, вяжа тут не из вашей тусовки, по сути дела. Все, понятно. Про расстрел мне говорили, ты можешь рассказать? Обстрел? Ну, как ваших там же расстреливали. Ну, наши расстрелы, как получается, в общем, нас отправлялось, получается, нас, ну, собрали на задачу, единственные, кто остался, это нас собрали, почти 110 человек у нас было. Все, нас погрузили в БТР, в БТР, и в каждом БТР сидел, ну, по 7, где-то побольше. Вот, и мы заехали, у нас было почти 10 БТРов. Мы заехали. Все, мы даже не успели доехать до точки, получается, мы только до середины поля доехали, по нам начали открывать огонь. По нам начали открывать огонь. Открыли огонь, тут на БТР встали, нам и не проехать никуда, ничего. И начали с этого БТР все вылазить, там, кто успел вылезти, все. И просто, ну, даже элементарные, кому-то, может, чудом удалось вылезти с этого БТРа, потому что, ну, его сразу не зацепило. а кому-то, не повезло, сразу по хрену, положили все. Вот. И получается, я уже, когда с этого БТРа вылез, я чудом, я не знаю, как я вылез, потому что, когда первый прилет пришел по нашему БТРу, я, у нас двое осталось в живых, с этого БТРа, мы его выползли, у тебя, мы его выползли, короче, и начали отбегать в сторону, туда опять пришел прилет, и второй парнишка, который вылазил с той стороны, и его зацепило, и он остался там. Я, получается, как выбежал, немножко в сторону отбежал и лег в колью. Там клея, ну, осталось от этого БТРа, как он ехал. И в этой маленькой ямке в клее я находился и начал по всей стороны эвакуации, ну, откуда мы приехали. А тут я увидел, бегут пацаны наши, там было человек 13, не больше. Я ему говорю, ляжься, я рул в это колью, потому что, во всяких положат, тут я говорю, стреляют, пулемет. Ну, они даже не стали меня слушать, там был мой командир взводов. Они просто бежали, головой мотали, ну, даже на расслабоне, можно сказать, они бежали. Их всех положили, их всех убили. Вот, и тут ко мне, когда у меня уже раннего, за 300 его, тут ко мне парнишка подполз. Я говорю, ну, надо уходить, вылезполз, ну, я говорю, хочешь, братанер, беги сам. Я говорю, я не могу. Он мне говорит, почему? Потому что, я говорю, я ранен, у меня даже аптечки не было с собой. И все. А что за ранение, кстати говоря? У меня пулевое ранение. Вот. Ноги? У меня ноги и в бочину пришло. Нога и бочина. Начали ползти. Тут и птицы, птички летали, скидывали снаряды. Метр, полтора от меня снаряды приземлялись. Земля нас почти засыпала. Мы потихоньку, потихоньку, мы доползли до этого БТРа. Все. И получается, как он залез в этот БТР, я снял бразжелез, чтобы было удобно залезть под него. Я бразжелез снял, залез, поставил бразжелез впереди себя, чтобы есть, пули летели, чтобы хоть как-то укрыться можно было. И все. И вот мы два дня под этим БТРом находились. На второй день, получается, когда нас увидели, то, что мы под БТРом, и начали стрелять под этот БТР. И этого Рэмбо, пацанин, парнишка, который с нами был, позывной у него Рэмбо, его, получается, рикошетом ранило, и он сразу стал 200. И вот нас, ну, под БТРом нас было пятеро, потом осталось четверо. Я не о том спрашивал. Ну, уже рассказывали, рассказывали. Ну, и все, а потом мы уже на третий день начали уже, там, в БТР залезли, и все. Я не о том спрашивал. Мне ваших, каждый рассказывал о том, как ваши, ваших же, ну, там, били, наказывали, там, за то, что вы там отказывались. С вами такое было конкретно, или нет? Лично со мной этого не происходило, но я видел это собственными глазами, и я видел, как это все происходило. За что? За всякую мелочь, даже можно было сказать, можно даже так сказать. Даже вот элементарные, которые, пацаны были в госпитале, лежали, они с госпиталя приезжали, ранение у них еще не зажило. Их просто, они когда вылазили с этих машин, их, ну, как говорится, просто их, их просто били, били и все. Из-за того, что якобы они не хотели идти, ну, думали, что они прятятся и не хотят идти. а куда, они еле-еле стоят на ногах после ранения, ничего не зажило и все. И даже вот просто, даже элементарно у нас были случаи, когда просто на полигоне, на учебке, даже были пацаны, 300-х, просто стреляли по ногам. Это командование стреляло по ногам. И, как они говорили, это допустимо 2% у нас на полигоне. Зачем? Я не знаю зачем. Не, ну, по ногам стрелять, это же, типа, вообще не пойму, зачем, в чем смысл. Ну, вот так, ему, либо там, кто-то он не так пробежал, да, не так не понравилось. Да, не понравилось ему, он взял и выстрелил. И мы начали, ну, начали узнавать, кипишовать, ну, что вообще происходит, что такое, почему так. А у нас, допустимо, 2% на полигоне. Ну, если человек 30, либо за 200. Вы такой себе представляли российскую армию? Нет, ну, совсем иначе. Честно, как она есть. На параде на Красной площади по-другому показывают армию, да? Ну, взять Красную площадь, это, ну, это совсем разные вещи. Так, там же вроде бы армия, парад армии, и здесь армия. Там идут какие-то бравые десантники, а здесь одни зэки сплошные. Да, можно так сказать. И, считай, нас вот, ну, привезли, типа, говорят, не переживайтесь, ну, не переживайте, будет подмога, будет работать и укула, это, альтерерия, с воздуха будет прикрытие, все. Ваша задача, говорит, просто зайти и, ну, и добить, просто, на зачистку. Ну, ладно, все хорошо, на зачистку, так зачистка. И все. А в Аказаке нас просто отправят как пушечное мясо. то есть вы, Эльдар, да? Правильно? Да. Вы, Эльдар, хотели убивать людей? вы хотели убивать людей? Ну, еще, ну, не хотел убивать людей, а так как, ну, я, получается, приехал на зону. Вы только что сказали, что вам скажут, что вы пойдете добить, чисто на зачистку. Вы такие, типа, хорошо, это нас устраивает, если чисто просто пойти добить людей. это на зачистку, потому что, так как у нас другого, выхода, оно не оставалось. А если мы бы отказались, потом даже некоторые были, отказывались люди. Их просто делали пятисотыми. Меня один, вот перед вами, где-то там тоже спрашивал, почему мы вот вас ненавидим, так всех причем, всех россиян, в принципе, почему не знаете? Как думаете, почему? Честно, даже я не знаю, что ответить. потому что вас отправляют сюда, и вы, другого выбора нет, мы будем вас убивать. Ну, у вас, типа, как, у меня нет другого выбора, я буду вас убивать. Все вы, кто-то нас ненавидит, кто-то нас не ненавидит, но все вы являетесь инструментарием для убийства. Потому что именно, потому что вы идете, такие, как вы сюда идут. Здесь у нас идет война в стране. Одни идут, как покорные овцы, на мясо в том числе, а другие в России это поддерживают. Говорят, это вот так вот, наша, вот это вот, Авдеевка, это наша земля. Скажите, пожалуйста, вы там, много знали о Авдеевке до этого? Нет. У себя жили? Не много. Не много. Это, что это у вас, Урал? Нет. Это у нас не Урал. Урал у нас вообще, ну, один. Ну, как называется ваш, крупный регион какой? Крупный регион, это у нас получается, вся. Чита рядом, нет? Нет. Чита, да, да. Чита. Чита. Вот мы же вчера смотрели, что до Читы там почти 7000 километров от Авдеевки. Зачем вам в Чите, Читинцам или там рядом живущим, зачем вам потребовалась вдруг Авдеевка? Я не знаю, я думаю, скорее всего, это может, либо из-за земли, ну, то, что взятых земли. Правильно, я понимаю, что это из-за земли. У вас просто своей земли достаточно. Да, то, что вот именно, то, что сам факт, то, что у нас своей земли хватает, вот именно. Вот почему, может, либо политика может. Ну, политика, конечно. Ну, я так как, в политике не все равно, я не знаю, там, что, как. Нет, Путин решает захватить чужую землю. Это очевидно? Или с этим надо спорить? Ну, с этим надо спорить. И я бы поспорил. В чем именно? Именно то, что надо захватить чужую землю. Нет, то, что он так решает. Да, что все его действия показывают, что именно так он решил. С этим будешь спорить? Да, я буду спорить с этим. Почему? Потому что, как Путин говорит, да, захватить чужую землю. Первый вопрос возникает, Для чего тебе вообще эта земля нужна? Я не знаю, для чего ему нужна эта земля. Я выхожу из фактических действий. Обосновать, для чего ему, кем он себя мнит, почему ему это нужно, почему ему это в голову пришло. Это все второстепенная история. Исходя из фактов, вы зашли на украинскую землю? Зашли. До вас заходили и после вас еще идут. Вы оккупируете землю. Как бы там ни было, путем потерь вот этого всего, ползания по собственным трупам. Ползали по собственным трупам? Да. Опишите мне, как это происходит. Да как, путем, ты ползешь, ну, вокруг лежат одни вот трупы твоих ребят. И ты, ну, другого никак, а вот по ним ползти, даже было такое, что ты этими же и трупами, ты, ну, прячься, укрывайся. Это где, в каком бою было? Это вот было, когда был первый бой. Это когда на первое, еще на самое первое, как кажется, задание мы выходили. Когда выходило четыре батальона было, семьсот человек выдвигалось. Вот. И просто так же не успели доехать до этой лес посадки. И вот, все, вот они, вот эти трупы, а тебе надо либо укрыться, либо тянуть, ну, что-то куда-то как-то в сторону уйти от огня. И все, ты вот по этим трупам ползешь, и ты вот видишь собственными глазами, вообще, что, как, что вообще это происходит. Потому что ты же этими трупами укрываешься от птички, ну, чтобы тебя не видно было. То есть, ты видишь птичку и забрасываешь на себя труп. Да, прикидываешься тоже трупом. И все. И птичка, она, получается, какое-то время, она, ну, кружит на тобой и смотрит. Она видит, что, ну, движений не наблюдает, и все. Она улетает, и ты, получается, скидываешь вот это, и начинаешь дальше ползти. Немножко. Вот так же по этим трупам. Ну, и, как говорится, и чтобы, ну, пройти там, ну, реально вообще невозможно было. Чувствовать вот эти трупы кругом, на каждом шагу они были. Первый бой все-таки для вас закончился как? Первый бой... Когда вы говорите, вот, по трупам, по трупам, как закончился? Закончился я с большими, очень-очень с большими потерями. И 700 человек, почти около 100 человек, грубо говоря, вернулось. Ну, вы заняли какие-то новые позиции? Нет, не заняли. Вы же проползли по своим трупам, а потом вернулись обратно? Просто, да. Потому что, ну, нам дальше не давали пройти, потому что крылья, ну, была, работала артерия, и непонятно. И так же стреляли наши, так же попадали по нашим. Наши застреляли. Ну, понятно. Вот. И все, и нам так, ну, больше нам ничего не оставалось, как просто отходить уже назад. Ну, и... Вы понимаете, что в этой ситуации вы не являетесь ни для кого чем-то, хоть чем-то ценным? Короче, в вашу жизнь никто ни во что не оставит. Мало того, что вас отправляют по трупам лезть на верную смерть, так по вам еще и свои стреляют при этом. Да. Ну, понимаете, что вы, кто вы в этой ситуации? Ну, не особо, конечно, я понимаю. Я понимаю тоже, да, то, что, ну, не ценить, да, да, тебя, так, как сказать, ну, как боевого товарища. Ну, тебя вообще не ценит. Вот. Есть. Как боевую единицу. Да. Можно так. Вот ты есть, все. Вперед. И, ну, и никого не должно волновать. Хочешь ты этого или нет. Так, с чего мы начнем? Так, зачем вас все время гонят вперед? Какая цель? Цель, наверное, скорее всего, то, что, как можно занять больше позиций, чтобы можно было продвинуться дальше. Правильно. Оккупация территории. Да. Ну. Так я говорил про цели, с которыми Путин начал эту войну. Оккупация территории. А вы говорите, я буду с этим спорить. Вот. Давайте спорить. Ну, да, оккупация территории. Ну, даже, говорится так, сколько было, ну, говорили, я знал лично, то, что были захвачены территории, чтобы на продвижение можно было дальше пройти. Но, также, наши оставляли эти позиции и просто отходили, и эту же позицию отдавали. Ну, это я не знаю, зачем. Вот. Ну, я просто, не знаю. Ну, вот, захватывает позицию. Вот, вот он захватил, передвинулся дальше. Оп, тут опять закрепился, захватил, все, и оккупация пошла. Вот так, да. Вот, но, а для чего, когда при этом всего, еще, ну, когда ее, после этого, как она, как она, просто, ну, бессмысленно отправляет на жертвы труп вперед и вперед и вперед, и все. А из этого, ну, ничего не происходит. Из этого ты ничего. Нет, происходит. Ничего не происходит. Происходит, происходит. Вы все равно по чуть-чуть где-то допродвигаетесь. Ну, можете, да. Такая тактика. Но, я не могу, я не знаю, почему вот именно она вот, она вот так именно пошла. Но, потому что так вы воюете, почему? Потому что вас, как, вас много. Да, но, факт в том, да, нас много. Воюют вами, как вот мясом, которые, вот одни трупы, вот вторые трупы, вот на них уже будут третьи трупы. Да. Но все равно по метру, по метру вы там где-то продвигаетесь. Вот таким образом. Ну, вот так. Да, продвигаемся, но и так они думают, что народ, он будет прибавляться, бесконечно, 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 что у нас как много, но. Они не думают, что народ будет прибавляться, они, наверное, не настолько глупые. Они просто думают, что народа еще более чем достаточно для проведения еще одной мобилизации и еще одной мобилизации в случае чего. И вот этими трупами можно как бы устилать все на своем пути. Вот для этого у них хватит людей. Сколько они еще могут мобилизовать? Еще миллион человек могут мобилизовать? Два миллиона, три? Наверное, могут. Могут. Ну вот, они и не парятся. Вот. Просто интересно, почему лично они сами не идут? Кто, Путин? Песков, Лавров, их дети? Вы о ком? Я говорю из-за того, также из-за Путина, почему он даже не использует технику, которая есть. Как говорят, да, все дадим, все у вас будет, а в оконцовке ничего нет. Вы уверены, что она есть? Более чем. Может быть, она есть как раз для резервов. То есть он держит технику для резервов, для обороны, например, в случае чего. Хотя заход Пригожина показал, что что-то у них с этим не очень сильно все клеится тоже, но тем не менее. Ну, то есть пока можно использовать ресурс, который ничего не стоит. Зачем ему тратить технику? Ну да, тоже как. Это же для вас жизни людей, а для них это как игра в монополию, например. То купил, то продал. Ну или шахматы. Так это какие-то очень-очень большие шахматы, где у одной из сторон огромное количество пешек. Огромное колесо пешек, которые можно бросать по клеткам вперед, там все равно, сколько их погибнет, важно, чтобы они хоть какое-то продвижение сделали тактическое. И все, ну, вот как-то так. Давайте спорить о целях. Что у него цель не захват территории. Ну хорошо, может у него кроме цели захвата территории есть еще цель утилизации таких, как вы. Могу еще такую цель предположить. Ну, тоже, тоже как вариант, я этого и не исключаю, как говорит, типа, ну, как преступный мир, говорит, скоро, говорит, со временем, говорит, сам себя искоренит. Вот оно, так оно и идет. Понемножку частями отправляют. Преступный мир. И просто отправляют, и все. Ты бы пошел еще раз сюда, если бы знал бы наперед, как оно будет? Нет, если бы я знал, я бы не пошел. Не то, что наперед, если бы знал, а если бы знал вообще, что происходит по факту. По факту я бы не пошел. А что бы ты делал? Ты же добровольно пошел. Ну, как, получается, выбора не оставалось, подали списки, и я попал в этот список. Ты тоже неблагонадежный, типа, какой-то. Там никак, они приехали набирать нас, они согласовали с этим, скажем так, с администрацией колонии, вот, и все. Они нас построили, нас звали фамилия, мы вышли со строя. Вот, говорит, вот вы, говорит, так и так. Вот вам дали документы, какие-то там мини документы надо было подписать. И все. Они разглашения. Мы подписали их. И все. И потом просто где-то, грубо говоря, три месяца почти мы сидели ждали. Чего ждали, и все. Потом просто приехали, все, говорит, а дядя грузимся. Мы погрузились, нас повезли. Мы довезли до самолета, погрузились в самолет, и все. Мы полетели. Сколько лет тебе оставалось сидеть? Мне еще оставалось сидеть 12. Ну, давай честно, хотя бы признайся, что ты пошел сюда для того, чтобы тебе срок списали, а не потому, что тебя заставили. Нет. То, чтобы срок списать, я в это вообще не верю. И до конца не верю в это. Потому что, мне кажется, они так просто, это их заманка. Типа, помилование вот это все. Да, мы писали помилование. Все, мы им отдали. А что дальше с этим помилование вообще дошло оно? Не дошло оно. То есть ты отдаешь себе отчет в том, что это билет в один конец. То есть тебя либо здесь убьют, либо по второму кругу сюда вернут. Ну, например, если с плена. То есть, ну, короче, давай я так поставлю вопрос по-другому. Как думаешь, много шансов в полгода провоевать, вот, что вы там писали, и остаться живым с руками с ногами? Ну, шансов вообще очень мало, остаться в живых. То есть, вопрос в том, помилуют вас или не помилуют, он как бы снимается сам по себе, потому что не будет кого миловать. Но если вас сюда отправляют, это фактически билет в один конец. Конечно. Все. Если вас сейчас вернут с плена, вас, скорее всего, снова бросят на фронт. Ну, тоже, как вы, могут бросить. Ну, а что с вами делать, давайте так? Куда, обратно в зону отправлять? Контракт-то не прошел? Ну, контакт не прошел, да, наверно. Ну, могут и обратно кинуть в зону, да. Ну, короче, наименьше шансов, что вас вернут после обмена, вас просто выпустят, похлопают по плечу и скажут, молодец, красавчик. На тебе твою помиловку, на тебе твой чистый лист, иди живи. Или такое может быть? Я думаю, вряд ли. Ну, вот я ж так думаю. Ладно, звони. Сестре, да, или кому-нибудь звони? Это супруга. Почему она трубку не берет? Даже голос ваш должна была узнать. Она возьмет трубку. Она должна взять, она всегда берет его. Добрый день. Здрасте. Я Жак Владимир, я журналист из Украины. Ваш муж у нас в плену. Вы будете с ним говорить? Да. Разговор под запись и для публикации. Вы меня услышали? Да. Передают. Друзья. Привет. Привет, Валя. Привет, родная. Подожди, сейчас я сделку. Что ж там? Кричит вообще. Что такое? У меня здесь меняли очень, Анатолия. Привет, да, привет, родная. Что? Мы с Анатолией запишем видео про это. Обращение. Ну, хорошо, я не знаю. Надо видео обращение записать, чтобы ты приехал домой. На Новый год. Какое? Я не знаю. Что, что, что? Записать видео обращение, чтобы я на Новый год вернулся домой. Это кто должен записать? Жена? Жена, наверное, я не знаю. А куда это вы должны такое обращение записать? В телеграмм. В ТГ. В телеграмм? В какой? Да. Неважно. А, это вам там предлагают такое обращение записать? Да. Ну, я позвонила ей даритой бабушке, сказала, она придет, и она сама запишет, потому что нельзя к этому записать. Я не знаю, что там говорить и такое. Не знаю. Ну, запишите, запишите. Понятно. Хорошо. Ну, что, слушай меня внимательно. Это. Ну, что, скажешь матери то, что я нормально, жив-здоров. Пускай и не переживает. Лишний, как говорится, ну, лишний раз себя на нервы, ну, пускай очень спокойно будет. Хорошо, зая. А так, что, нормально у вас все? Нормально. Ну, это самое главное. Ну, это, как его вам. А, ты получала мое микросообщение? Мне, мне за Москву звонили, сказали, повестка пришла, мне за Москву звонили. Что скажу, какое число. В субботу, по-моему, звонили. Все, понял, понял, понял. Ну, я, вот это, которое мне сообщение, ты присылал ответ мне. Я получил его, я его прочитал. Так, ладно. Ну, у тебя бабушка поедет, она успела. Слушайте, вы вообще там думаете что-нибудь делать, чтобы его домой вернуть? Да. Ну, вы куда-то ходите, обращаетесь? Ну, да, сейчас бабушка, он сказал, придет ко мне, мы видеообращение запишем. Видеобращение. Она сказала, придет. Кроме видеообращения, вы обращались в военкомат, в мин убийств, там куда-нибудь? Италина бабушка ходит в военкомат, туда. Италина бабушка ходит. Ну, и что там говорят, он в списке пленных есть? Не знаю, сказали, кто сказал, сейчас скажу, кто сказал. Болсону Сахар сказал, что он есть в списке пленных. Сказали, они ходили по КАМА, сказали, есть пленных. Пленных есть. Пленных? Да. Вы как относитесь к войне? Не очень. Не очень? Ну, так, немножко хорошо, да? Но не очень. Да, не очень. Ненавижу войну. Ненавижу. А вы знаете, что ваш муж мог погибнуть? Нет. Боюсь. Расскажите, может быть. Понималку, что происходит. Смотри, дорогая, я тебе сейчас объясню, чтобы ты просто элементарно имел представление. Да, я там, да, вот, приехал на эту войну, да, воевать. Ради чего? Ради чего, не знаю сам. Пригло, можно сказать, очень много людей наших, которые приехали с нами. И я, и я же в том числе мог оказаться там, среди этих всех людей. Мог оказаться мертвым и сейчас в данный момент, как говорится, лежать на поле там. Ну, я не знаю, я не знаю, как это получилось. Как говорится, да, Бог уберег, но, значит, еще для чего-то нужен. Может быть, даже и так. Может быть. Вопрос к вам. И к вам, и к вам. Если бы он погиб, он бы за что погиб, как вы считаете? Ну, не знаю, что сказать. А вы как думаете, если бы вы погибли, вы за что погибли? Держите. Если бы я погиб, зачем бы я погиб? Ну, ради чего? Ради чего? Я даже не знаю, ради чего бы я погиб, но... Ну, ради желания Путина захватить территории. Нет? Если цель такая, как мы понимаем... Ну, если даже... Ну, если вот такая цель, то получается из-за этого. Получается. Ну, а так... Не знаю, ради чего бы я погиб. Ну, а так оно вам не надо, поэтому ни за что, я понимаю. Вот. Ну и все. А ты сама военкомат не ходила? Почему? Я... Может, я твоей бабушке позвоню, мы с ней сходим в военкомат. Твоей бабушке позвоню, сходим в военкомат. Ладно? Понятно, ясно. Ну, она сейчас сказала, она сейчас болеет, может, она постыла. Не знаю. Ну, ладно. Это понятно, понятно. Ясно. Я думаю, ты ходил в военкомат, узнавала. Что? Я не знаю, где этот военкомат находится. Ты что, я не знаю, где этот военкомат находится. А это? А это? Слушай. А, слушай, не было такого, что звонили, допустим, кто-нибудь вам из представителей, может, Министерства обороны. Либо, может, еще с каких военских частей. И говорили то, что пропал я без вести, либо мертвый. Нет, нет. А, кстати, это мужчина заходил. Сейчас скажу. Твоя бабушка звонила в горячую линию. В Ясинскую метуху звонили. С утра они звонили. Боянкой звонили. В колонию звонили, где-то сидел в Оренбурге. Звонили. И к ним пришел вот этот мужчина. Блин, фамилию не забыл. Ладно. С соцзащитой он пришел к ним. Он дал номер телефона. Сказали, это хороший парень. Ждите. Он скажет, приедет домой. Сипа, в Бобсюмин ко мне заходил, говорила. И вот сейчас она должна пристили. И мы должны человеку ему это позвонить. Фамилию, фамилию, забываю. Понятно, ладно. Насколько я понял, это, походу, не так просто. Кто-то пришел, чтобы вы просто не переживали и решили вас успокоить. Ладно, это не суть. Ну ничего, дай Бог, если, как говорится, до встречи одноклассников я попаду домой, это хорошо. Какую встреча одноклассников. Вот что, говорите? Тут люди уже по году себя. Что ждать? Обменов уже полгода нет. Ну да, за эти обмены вообще ничего не слышно и тишина. Никто ничего не знает. Списков нет. Если они будут так себя вести, то их и не будет этих обмены. Ну да. Говорит, я не знаю, где военкомат. Гугл отняли или что? Или Яндекс у вас там вообще? Интернета нет. Нельзя посмотреть, где военкомат находится. Ты же знаешь, где находится военкомат? Где, где тетка живет моя? О, слабо. Надо большое ей сказать, во сколько она пойдет в инкомат. Или я с ней схожу. Ты тоже сходи в инкомат и узнаешь, что вообще есть какой-то прогресс там или нет. Есть вообще хоть какие-то там списки, не списки, я не знаю. Что там вообще? Или вообще в курсе они вообще вот это всего? То, что в данный момент я нахожусь в плену. Не знаю. Надо позвонить в Боб Соне. Ну, сейчас не знаю. Надо сходить с ней в инкомат и узнать, ты стоишь с ней или нет. Надо узнать. И спроси вообще. Они вообще, ну, сами, сам, сам этот военкомат вообще обращался куда-нибудь, ну, вообще, ну, я не знаю. Куда они там должны звонить там или как-то еще. Ну, по-любому они какую-то информацию получают же откуда-то, правильно? Угу. Хотел спросить. Все, до свидания. Ну, что скажете напоследок? Напоследок, что могу сказать. Хочу сказать то, что если те ребята, которые, да, ну, отправляются с колонии, там, я не знаю, ну, и не только с колонии, так же и с гражданскими лицами, которые отправляются на войну. Хочу сказать одно. Ребята, ну, не стоит оно сюда идти из-за чего-то там, оставлять свою жизнь там. Во-первых, а на этого не стоит вообще никак. Как говорится, будь дома, ты нужен дома своим родным и близким. Думаю, у тебя будет, ну, у тебя пользы будет больше, чем там. А это ты, это вы приедете, вас просто как пушечное мясо кинут и все. Они же думают, что они здесь родину защищают. Ну, кто-то может и думать так. Так а лучше, мне кажется, жить на родине, нежели думать, что ты защищаешь родину в чужой стране и просто сдохнуть. Ну, если, конечно, тому человеку, кто так считает, я думаю, таких людей очень мало. Значит, у него ничего в жизни нет и ему терять нечего. Ну, да. Ну, да. У него нет ничего, кроме мифа, который он себе там нарисовал про то, что он там что-то кого-то тут защищает. Ну, все. Короче, не стоит идти, что скажешь? Нет, конечно, нам сюда не стоит идти того. И из-за чего-то терять свою жизнь, когда ты еще молодой, у тебя только все еще впереди. Очень просто, ребят, живите там и устраивайте свою личную жизнь. Живите не спеша. А сюда эта война ни к чему хорошему не приведет. Не туда. Ну, хорошо. Благодарю за беседу. Если больше ничего сказать не хочешь, можешь идти. Всего доброго, до свидания. Я доброго. Скажите, пожалуйста, а вот сама вот эта, ну, которая война Украины вот идет? Ну, здесь вот это СВО. СВО. Это у вас там сказано, что это СВО, а по-настоящему это война. Ну, это, это же не мировая, правильно, война? Это же, это не мировая, не масштабная. Россия просто напала на Украину, вот и все. Идет война. Совсем бы немножко другая версия стояла изначально. То, что начали делить какой-то участок деревней, я не знаю точно, что это за деревня, насколько мне было известно. И из-за этой деревни все и началось. Вам там бред рассказывает. Понятно. Участок деревни. Сначала в четырнадцатом году Россия аннексировала Крым, потом зашла на Донбасс. Вот с этого началась война, с четырнадцатого года. Восемь лет они вам рассказывали, что мы просто так берем и бомбим мирных людей на Донбассе. Но на самом деле шла война опять-таки между там российскими добровольцами, сепаратистами, оснащенными российской техникой, оснащенными захваченной техникой. Ну и с нашими бойцами. С другой стороны, конечно. Потому что не надо было сюда лезть и в четырнадцатом году. Хотели там склонить путем переговоров к определенным условиям России, не получилось. Вторглись полномасштабно. Какая это мировая война? Где здесь мировая война? Нам помогает Европа, Штаты. Ну, наверное, вам об этом говорят, что это мировая война. Вам вообще рассказывают, что вы воюете с НАТО, по-моему? Да. Много натовцев здесь видели вы? Я ни одного не видел. Не видели вы натовцев. А нацистов, может, видели каких-то? Тоже не видел. Ну, а вам рассказывают, что вы воюете с натовцами и с нацистами. Правду говорят? Ну, я не знаю, правда или нет, я... Вы же своими глазами видели, вы до сих пор не знаете? Ну, если вам говорят, что вы воюете с натовцами, а вы натовцев не видели? Ну, мы их и не видели. Ну, то, значит, они вам врут, наверное, там? Ну, получается, так выходит. Потому что у нас есть оружие натовское, помощь, ну, так и есть, конечно. Так и Советскому Союзу во Второй мировой войне поставляли и Штаты, и Британия оружие. И что? Помогали. Много чем помогали. Помогали против агрессора, против Германии нацистской. Ну, так и сейчас точно так же помогают против агрессора. против России рашистской. Все. Здесь мировая война. Здесь украинцы воюют с россиянами. И все. А знаете, почему воюют? Потому что вы сюда пришли и продолжаете идти. Мы вот поэтому хотим от вас уже как-то отгородиться, замуроваться. Потому что вы идете и идете. И понимаете, в чем феномен россиян таких, как вы? Вас в любой момент, вам по телевизору можно рассказать все, что угодно. Потом взять поставить в условия, где вам чуть-чуть дают вроде якобы денег. Или же угрожают, что вас посадят. Или же просто вас принудительно отправляют. И отправить вас в любую страну. Сегодня в Украину, а завтра вас смогут отправить в страны Балтии. Вообще куда угодно. В Казахстан. Вы и там нацистов этих найдете у себя по телевизору. Без проблем вообще. А такие как вы, вы будете просто идти. А потом я буду с вами разговаривать или другой журналист будет с вами разговаривать. И будете вы рассказывать, что у меня не было выбора. А я не знал, а я не думал. И целая страна такая. Спрашиваю, за что мы вас не любим? Что мы не хотим с вами вообще пересекаться? Потому что вы масса. Был же какой-то момент, когда мы с вами дружили. Был какое-то время, если не ошибаюсь. Было нормально все, ну никакого... Ну так наверное это время точно было до того, как вы начали вторгаться на нашу телевизору. Потом уже оно как-то не будет уже дружбы никакой. Потому что мы уже все поняли. Раньше я вами не интересовался, россиянами. Я не знал. Ни внутреннюю политику вашу. Ни что вы там из себя представляете. Ну о нем понимание такое. Люди и люди живут и живут. Им там нравится, их устраивает, значит их устраивает. Ну а сейчас я понимаю, что вы половина страны зомбаки просто. А половина страны люди маленькие. Куда отправят, туда с оружием и пойдем. Все. От таких надо какую-то стену отгораживаться. Ну то есть где у нас гарантия. Вот например даже закончилась эта война. Где у нас гарантия, что завтра вашему очередному фюреру или тому же Путину или кому-то другому не стрельнет что-нибудь в голову и он снова не начнет войну. Где гарантия? Нет такой гарантии? Да. Ну это все. Понятно. Ну поэтому вот как-то, как-то так. Поэтому к вами отношение такое. А какое оно еще может быть? Вы пришли с оружием убивать людей наших. Вы даже в процессе разговора говорили, что вы были к этому готовы. И это правда. Вы были к этому готовы. Как мне к вам относиться? Мы и так слишком добрые. Не бьют же, правда? Не бьют. Кормят. 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 Что еще? Есть еще какие-то вопросы? Нет. Идите. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До свидания.